Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Я знаю, ребята, что вы очень сильно мечтаете, чтобы я построил двухконтурный ТРД. И вот, похоже, то время настало. В этом видеоролике стартует новый проект. Проект по созданию турбовального двигателя. То есть вторым контуром здесь будет вот эта турбина. Турбина порядка 200 миллиметров в диаметре. Она титановая. А мощность будет сниматься с обратного конца. В качестве первого контура будет служить авиамодельный ТРД, которого у меня сейчас нет на столе. Я его забыл дома, ребята. Поэтому не могу показать. Но я за это не переживаю, потому что подписчики много-много раз видели мои реактивные двигатели. Собираюсь ставить сюда ТРД на 18 килограмм тяги. Он будет раскручивать вот эту огромную турбину. Я уже пробовал крутить свободную турбину вот этим самодельным компрессором. Мощностью 5 киловатт. Он имеет довольно-таки большой расход. Но его было недостаточно, чтобы выйти на максимальную мощность. Также он имеет давление в три раза меньше, чем на сопле ТРД. Практически при любом раскладе этот проект должен быть успешным. По крайней мере я так чувствую. Потому что здесь не требуется никакого поджигания. Мне требуется лишь снять адскую мощность. Теоретически тот ТРД, который имеет тягу 180 ньютона метров, имеет в себе скрытую мощность около 30, может быть даже больше киловатт. То есть получается с этой турбины мы возможно до 50 лошадей мощность сможем снять. Это уже довольно-таки не шуточный проект, ребята. У меня есть парочка задумок, куда можно это применить. Кстати, это видео снимаю. И надеюсь, что вы еще подсыпите вариантов использования турбовального реактивного двигателя. Будем делать, стартует новый проект на канале. Это вводное видео, в котором мы порассуждаем на все эти турбовальные темы. Также нужно будет разобрать, посмотреть состояние подшипников. Я до конца не разбирал. Этот направляющий аппарат я не снимал. Чтобы стартовать проект и чтобы начинать здесь все варить и точить, нужно разобрать полностью этот девайс. Я уже здесь в принципе приступил к откручиванию гаек, чтобы снять направляющий аппарат. Снимаются они достаточно легко, не закисли. Здесь можете обратить внимание, контровочные шайбы. Одной стороной они цепляются за корпус, а другой усиками прижимается к гайкам. Шайбы желательно сохранить, потому что буду их обратно устанавливать. На этот механизм. Так, все, можно вытаскивать. Тут немножко прикипело. Здесь у нас колечко вот такое алюминиевое. Для чего оно непонятно? Видимо из аэродинамических соображений. Ну и нужно теперь как-то сдернуть направляющий аппарат. Он выполнен из жаропрочной стали. Вот он какой. По идее его можно в разных плоскостях крутить. Так, это подшипниковый узел. Его нужно охлаждать. И вот сюда нужно приделать систему подачи масла. С помощью нее он и будет охлаждаться. Много подавать нельзя, чтобы сильно много не выбрасывалось. Наружу здесь уплотнение. Лабиринтное установлено. К этому мы вернемся позже. Сейчас у меня основная задача решить, в какую сторону делать ТРД. Ну вот так, например, его сделать. Либо сделать его вбок, либо вверх-вниз. Под углом колено сделать полукруглое. В общем, никак не могу я решиться, что мне делать, друзья. Вал получается будет вот с этой стороны. Поэтому нужно думать, как его располагать. Но я думаю, в сторону вала делать не стоит. Нужно сделать либо вот так вбок, либо назад. Но назад выход выхлопных газов будет встречаться с входом ТРД. Тоже не хотелось бы. Наверное, сделаю для начала вбок. Если это не понравится мне, то можно будет переделать. Теперь по выхлопным газам. ТРД имеет 750 градусов выхлопных. Вот эта система вряд ли может это выдерживать из-за титановой турбины. Но так как титановая турбина в два раза больших размеров, соответственно, газы будут очень сильно расширяться и температура падает. Можете заметить по диаметру входного устройства. Такая вот аналитика у нас простейшая, ребята. Расчетов делать никаких не буду, потому что у меня есть только такие детали. С них и буду делать. Диаметр сопла ТРД, при котором оно создает 750 градусов примерно 75 миллиметров. Здесь у нас диаметр немножко овальное, но получается, если овальность эту превратить в среднее, то диаметр 90 миллиметров. Получается выход с ТРД 44 квадратных сантиметра, а вход вот здесь 63 квадратных сантиметра, что на 50 процентов больше. Соответственно, температура... Я думаю, вы посчитайте, ребята, кто умеет, насколько будет понижаться температура. Давайте сейчас еще рассчитаем выход на турбину. Насколько же здесь больше площадь? Здесь площадь 80 квадратных сантиметров. То есть в два раза больше практически. Ну я думаю, температура минимум в два раза упадет. А для титана 400 градусов 350 это нормальная температура. Никаких проблем быть не должно. Это очень хорошо. Продолжаем разбирать. Можно было бы, конечно, без редуктора напрямую на вот этот вал посадить большой вентилятор и сразу получить устройство огромной тяги. Но мне для начала хочется сделать именно свободный вал, чтобы можно было делать отбор мощности. Обычный вал с редуктором. Вот оно лабиринтное уплотнение. Потихонечку разбираю его. Оно здесь тоже наполовину из титана. Так и не опознали, ребята, в прошлом видео, что это такое. Катапультировалось, да? Откуда же вот это колечко-то вылетело? Непонятно. Ладно, по прошлому видео можно будет понять. В общем, вот он. Даже не лабиринтное уплотнение. Можно сказать, что самое настоящее сальниковое уплотнение. То есть по идее масло бросать не должно. Ну и сразу хорошие новости. Вот в этом корыте с подшипниками удалось найти один... Обратите внимание, как тихо работает. Один хороший подшипник, который вот сюда подходит. Это очень редко бывает. Второй найти не удалось. Вот этот большой. Но он в принципе неплохой. Каких-то хрустов не ощущается, люфтов тоже. Думаю, нормально все будет. Ну а один поменяю. Все-таки новенький. Это очень хорошо. Еще выяснилось, что нужно будет делать закрытую систему. Потому что с этой стороны нет такого роскошного уплотнения. И чтобы здесь не травило масло, нужно создавать уплотнение. Не зря вот эта корпусина с резиночкой. Давно хочется разобрать вот этот узел. До сих пор я это не сделал. Потому что здесь вот такая шестеренка интересная, болтающаяся. Я так подозреваю, что это от планетарной передачи. Средняя шестерня, возможно, или как-то так. В общем, оно здесь на горячую, похоже, посажено. И чтобы это снять и посмотреть с обратной стороны, потому что здесь ничего, нужно нагреть. Нагреваем над печкой вот так. И можно будет вытряхнуть все подшипники. Алюминий расширяется сильнее, чем сталь. Поэтому при нагреве возможно вытащить. Если бы все было стальное, то оно бы все одинаково разогрелось. И было бы бесполезно. Есть контакт. Вот так это выглядит. Здесь какое-то шлицевое соединение. Подшипник вполне себе приличный. А вот этот почему-то с обычным сепаратором. Этот с латунным. Моя задача вытащить вот это дело. Я до сих пор не пойму, на чем оно здесь держится. Оно так болтается. И вставить сюда шестерню такую, которая мне нужна. Чтобы была пара двух шестерней. Весь секрет скрыт под подшипником, ребята. Извлекаем и смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, как вы видите, какой-то чоп. Вот он спокойно вылетает. И мы можем разобрать, вытащить шестерню болтающуюся. Вот так. Можно приступать к чистке. Подшипники очень закоксованные. Надо раскоксовывать. Просто стружки всякая гадость попадает. Так вот примерно это выглядит. Обычно чистку сопровождаю вот этим. Чтобы выйдуть лишний мусор. И вот так оно потом плавно вращается. Хотя подшипник этот старый. Вроде не приржавел нигде. Я так еще подумал, что можно будет гигантский винт еще попробовать поставить. Вообще можно будет нереальную тягу получить. Но правда все нужно делать через редуктор. Но вроде бы все очистил. Все теперь красивое. Как новенькое. С такими деталями приятно работать. Хочется сейчас проверить, насколько теплостойкая вот эта вот краска серебряная. Очень интересно. До каких температур могла прогреваться эта улитка? Уже видно, что нагрев пошел. А она все еще не облазнет. Ну-ка снизу. Тут уже красная. Да, термостойкая краска какая-то. С этим видео все. Это был такой небольшой анонс будущего проекта. В следующем видеоролике приступим к изготовлению турбовального двигателя. Он должен получиться просто адской мощности. Просто нереальной какой-то. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!